Понимаете, и когда человек обретает вот эту способность правильно жить, он начинает также побеждать те ситуации в жизни очень легко, которые невыносимыми кажутся. Ну то есть как он это делает? Он делает с помощью дополнительной энергии. Чем больше у нас вот здесь в сердце энергии, которую мы получаем от природы, добрых людей, Бога, тем больше возможностей не то что не обращать внимания на какие-то трудности, а наоборот извлекать из этого счастье. Вот, например, если мы поссоримся с женой, я сначала как бы молюсь, перерабатываю это всё, а потом я на эту поводу шучу с ней, как мы ссорились, и мы смеёмся просто с ней. Как мы вот из-за глупости какой-то пустяков ссорились, мы смеёмся потом. То есть всё можно превращать в счастье, даже то, что было трудно. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед, в нашем доме просидится замечательный сосед, что мы соседи и не знали, и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Представляете, сосед играет на кларнете и трубе целый день. Это же вообще капец. Но можно по-разному воспринимать, понимаете? Вроде бы ты теперь не живёшь своей жизнью, жизнью соседа живёшь, но человек наполненный, он может даже из этого извлекать счастье. Пусть скажет, ну это для Геннадьевич уже не для меня, мне не надо сосед с трубой. Я говорю сейчас, Бог вам найдёт ваше, не волнуйтесь. Как бы я вам ничего не предлагаю. Просто я вам показываю, как можно по-другому реагировать на всё. Пусть нам созвонит в день и к нам будет ничем, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудёт, у него свои заблоги начинавится урок. Классно? Так жить? Меня очень сильно истощало, когда после лекции люди штурмуют меня своим вопросом. Не дают мне уходить. Ещё один вопросик, Олег Геннадьевич. Даже мои помощники придумали такой анекдот, что Олег Геннадьевич лежит в гробу и как бы подбегают, слушатель лекции трясут, говорят, Олег Геннадьевич, ещё один вопросик. Знаете, что произошло? Я применил свои лекции в эту ситуацию. Я взял просто... Ну, это не значит, что сегодня вы меня не отпустите. Я просто вам расскажу, как я почувствовал счастье. Ну, то есть я взял просто и понял, пускай меня раздербанят на маленькие кусочки слушатели моих лекций. Потому что они любимые для меня люди, и пускай они делают со мной, что хотят. Я так решил для себя. И представляете, и после этого я начал испытывать счастье от этой ситуации, когда счастья мало. все, Олег Геннадьевич, быстрее, мне, мне, вопрос. Счастья мало, понимаете? Но я чувствую просто люди, это такой обмен идёт, отношения такие. И я перестал уставать от этого. Мой помощник уже такой, всё, всё, уходим! Как кричит. Я ещё нормально сижу. Потому что я как бы просто принял судьбу, понимаете? Это важно научиться делать. Вот, допустим, вы говорите, у меня мучает меня мой ребёнок. Ну, примите его, вам легче жить станет. Видите, чувство, собственно, достоинства не обязательно уходит вверх, вниз там. Оно ещё должно соединиться с судьбой. Когда оно находится посередине, оно должно соединиться с судьбой. Только после этого приходит счастье. Вот, допустим, у тебя есть сын, да? Вот, допустим, уходит близкий человек из жизни, и все плачут. «Я тебя не видела, не слышала, а теперь я так жалею, что мы с тобой мало говорили». Ну, то есть человек пришёл в настоящее время. А уже поздно. Близкий человек уже ушёл из жизни. Поэтому нужно раньше приходить в настоящее время. Ну, то есть нужно понять, что есть не только проблемы у близких людей, а также много преимуществ. Одна женщина мне задаёт вопрос, говорит, «Олег Геннадьевич, у меня муж вот такой-то, такой-то». Я говорю, «Давайте начнём сначала». Вот у вас муж очень ответственный человек. Он постоянно хочет вам заработать денег. Ну, как постоянно беспокоиться о том, что были финансы в семье. Он говорит, «Да, Олег Геннадьевич, да. Но я как-то к этому привыкла. А вот у меня мода». Я говорю, «Стоп, у вас муж очень по-ласково, по-доброму, как к вам относятся». Она говорит, «Да, Олег Геннадьевич, но мой муж, вот он вот это, то-то, то-то». И я ей несколько таких пунктов перечислил, а потом говорю, «Перечислите все недостатки вашего мужа». Она перечисляет все недостатки, а я перечислил ей все преимущества. И потом говорю, «Женщины, вот одинокие женщины, кто из вас вот такого мужчину хочет иметь вот с этими недостатками?» И там лез рук, она такая смотрит зал, это в Москве было, там еще человек на лекции был. Лез рук просто, «Да такого мужчину, да ладно, это все ерунда, все такие женщины, да какие-то недостатки, он ответственный, нежно относится там». И все прочее. И она такая, вообще такая, села такая, все, вопрос закончился, короче. Такая корова нужна самому. Ну, то есть, она вошла в настоящее время. Я что сделал? Я ее просто вывел, она просто, понимаете, еще раз повторяю, человек привязывается к мелочам и начинает обсасывать это, и вся жизнь его туда уходит. Ну, то есть, он теряет главное, понимаете? Давай оставим мелочи, забудем мелочи, давай оставим главное. Ну, разве мы? Ну, что же мы? Случайные, прохожие, пускай немного разные, но, в общем-то, похожие. Обиды перемелятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. А вот это аскеза, понимаете? И это так начинается счастье с этого. Вы ищете счастье, да? Вот оно, счастье. Посмотрите, к чему вы привязались в близком человеке. Посмотрите, что вы потеряли в нем, о чем вы забыли. У меня один друг взял такой, просто такой совет дал своим слушателям лекции. Он тоже лектор. Он говорит, смотрите, рисуем на стене. Все недостатки мужа. Пишем все недостатки. Пишем все преимущества потом. И потом начинаем молитву и принятие. Вот все недостатки. Видим, пытаемся принять это. Приняла недостаток, вычеркнула. И вспоминаю также преимущества, ты же многое позабывала. И потом, когда у вас одна четвертая только недостатков останется и три четвертых преимуществ, начинается счастливая жизнь с этого момента. Но при этом муж вообще не поменялся. Просто поменялось твое восприятие. Все. Понимаете, мы приковываемся как бы вот к этим мелочам. Теряем себя. Как выглядит человек, у которого чувство собственного достоинства стоит в центре, на месте? Он выглядит очень благородным, потому что он живет правильно, означает наполненно, означает ему легко прощать. У него сильный голос, сильные манеры такие правильные. Он не парится и не суетится по мелочам. Субтитры сделал DimaTorzok